Не пора ли заняться делом? Тебе от 14 до 30? Подай заявку на курс «Дело молодое». Стань предпринимателем. Научим, покажем, поддержим. Участие бесплатное. Это федеральный проект. Прикинь? Регистрация. Дело молодое 43.рф. Подробности 73-77-07. Берем курс на старт твоего бизнеса. Мэрия дует на кипяток. Сорванные сроки ремонта в труб в Кирове, кажется, достигли точки кипения. Подрядчики копают город и не успевают. Нарушают не только печально известная компания «Экосистем», которая незаконно перерыла полгорода, но и другие подрядчики КТК. Причем из-за котлованов все еще остаются закрытыми ряд улиц. Так Казанскую, где срок истек, сегодня проинспектировала администрация. Выслушали оправдание исполнителя и поехали дальше с проверкой. В итоге около 200 участков, которые необходимо привести в порядок, заморозят до весны. Их просто не успевают закончить. О том, как заказчики строят подрядчиков Алексей Иванов. 2020 год уже официально можно признать годом раскопок. Десятки перекрытых улиц, постоянные срывы сроков. Кировчане устали жить в перекопанном городе. Например, перекресток улицы Труда и Октябрьского проспекта делают уже более трех месяцев. А работы все еще не завершены. До зимы закончить все раскопки КТК не успеет. Коммунальщикам придется сделать временное покрытие на 190 участках земляных работ. Как на дорогах, так и во дворах. И возобновить их весной, когда растает снег. Страдают кировчане по вине сразу нескольких подрядчиков КТК. Так, для жителей города с начала лета был закрыт проезд по улице Труда через Октябрьский проспект. Как раз в том самом месте, где в июле провалился КАМАЗ. Ордер на земляные работы для компании «Энергостройресурс» был до 31 августа. Затянули на два месяца. Скоро этот участок обещают сдать. По Казанской движению было прекращено с августа, что вызывало постоянное неудобство для водителей. Пробки на Ленина. Там работы ведет ПМК-411. Пока что конца им не видно, сроки они переносили несколько раз. Но раскопки еще идут. Сегодня с инспекцией на Казанскую прибыли администрация города и руководство КТК. Власти немного поругались за срыв сроков, услышали объяснение и уехали. Начина здесь основная та, что переуглажненная на шею регулярно посыпление воды. Вследствие чего песок становится слишком важный и мы не можем добиться нормативного уплотнения. Это подразумевает работой по выемке углаженного песка и замещением его сухого песка в дальнейшем уплотнении. Но за этой неделю будем стараться все сделать. Кировчане помимо раскопанных дорог также возмущены обезображенным сквером у театральной площади, там где стоит дерево желаний. Этот небольшой сквер любим жителями города, его показывают туристам как необычную достопримечательность. Теперь показывает стыдно, дорожек больше нет, у кустов обломанной ветки разбросан строительный мусор и ограждение. А в центре появился неаккуратно сделанный тепловой узел. Такая работа делала руку уже всем известной компании Экосистем. Кировчане боятся, что некогда красивый сквер прежним уже не станет. Я наблюдал каждый день, как здесь работают строители. У меня было ощущение, что это бомжи строят себе новый домик. Вот реально, бомжи строят себе домик. Им просто не поняли, что им негде жить. И к зиме они решили подготовить себе новое теплое убежище. Экосистем в этом сезоне, кажется, разгневали всех. Администрацию, полицию, да и самих КТК. Дошло до того, что эту компанию из Чебоксар вносят в черный список подрядчиков. Больше в Кирове они работать не будут. Напомним, что компания Экосистем без согласования проводит десятки раскопок в городе, работают без ордеров и согласований. Так, недавно на улице Володарского произошел конфликт между начальником Первомайского теруправления Вячеславом Симаковым и бригадиром Экосистем. Мужчина дерзил и отказывался предоставить нужные документы. Симаков написал четыре заявления в полицию, но все вернули обратно. Документ, пожалуйста, мой не трогайте. Вы? Не трогайте. Как КТК и контролирующая их администрация будут справляться с катастрофой, пока непонятно. На завтрашний день в администрации назначено заседание, где якобы будут обсуждать вопросы затянувшихся раскопок. Возможно, кого-то даже оштрафуют. Но окажется ли сумма существенной для коммунальщиков, если они, зная наказание, не очень торопятся с окончанием работ? Зато обещают, что в следующем году такого точно не будет. Якобы подрядчиков обяжут включать горячую воду в дома, около которых ведутся работы по временным трубопроводам, и сроки работ сократят и даже усилят контроль. Что мешало в этом году отнестись к своей работе ответственно, а к людям по-человечески, до сих пор непонятно. Но если только сырой песок, коронавирус или детские подрядчики из Чувашии загубили всю масштабную ремонтную кампанию. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».